Валяние шерсти – старинное искусство, которое со временем, к сожалению, ушло в прошлое. Сегодня только избранные мастера смогли его одолеть. Именно такой является и наша героиня. Наталья Глевацкая занялась валянием относительно недавно. Педагог по профессии поняла, что такое выражение себя ей ближе. Рукоделием я занималась всегда. Я и шила, и вышивала, и вязала. Но как-то раз помог вот этот вот красивый мой друг, у которого он такой мохнатый, его надо было чесать, стричь. И очень много требов шерсти с него было. Не знали, как ее использовать, и жалко было выбрасывать. Порылась в интернете, походила, побродила в поисках, что же можно придумать из собачьей шерсти. И увидела, что очень много красивых вещей делают именно из шерсти, не только из собачьей. Валяние шерсти – это особая техника рукоделия, в процессе которой из шерсти для валяния создается рисунок на ткани или войлоке, объемные игрушки, панно, декоративные элементы, предметы одежды или аксессуары. Только натуральная шерсть обладает способностью сваливаться. Это и позволяет создавать настоящие шедевры. Сейчас это, наверное, мое шерстяное счастье, потому что получаю огромное удовольствие. Вы знаете, вот берешь маленький комочек шерсти, сначала он мокрый, влажный такой, холодный, мыльный, а со временем работая руками, ты понимаешь, что он превращается во что-то нежное, пушистое, теплое, обретает какую-то форму. Различают два вида валяния шерсти – сухое и мокрое. При сухом валянии шерсть многократно протыкается специальной иглой до состояния сваливания. Во время этого процесса волокна сцепляются между собой, образуя плотный и однородный материал. Мокрое валяние осуществляется при помощи мыльного или специального раствора. Сначала выкладывается изделие из шерсти, смачивается раствором и при помощи трения производит процесс валяния. Этого ангела я делала на выставку ангелов, который проводил отдел культуры, но для меня он очень дорог, потому что он действительно стал моим ангелом-хранителем. Он, конечно, староват, он имеет скорбный вид, но, вы знаете, вот когда начала делать его, задумка была другая. Ну вот, как получилось, так получилось. И я, когда смотрю на него, и думаю, что это действительно мой ангел. Поэтому он все время со мной. И я очень его люблю. У Натальи еще много планов на будущее. Творит она не только для себя, но и для выставок, ближайшие из которых уже в августе. В ее эксклюзивных шедевров уже ходят модницы не только в Беларуси. Они отличаются красочностью и изысканностью. Делать легко то, что для других трудно – это талант. Делать то, что для таланта невозможно – это гениально.